И вот ты был диджеем. Теперь ты стал продюсером. Сам то, как что, я чувствую, с тобой там дома лоббатый на винилах. И мне что-то там не доесть, а чему-то вы хочешь по-своему. Хилипатер Юрьевич. Нет, не обязательно приходить ко мне. Что значит продюсование твоё? Ну, это немножко другая сфера. Она очень похожа на реальный шоу-бизнес. Коммерческий или мейнстримовый, или попсовый. Но немножечко по-другому, потому что именно диджеи двигают здесь музыку. Они играют треки в клубах, они играют их у себя на радио в своих шоу. Они их чартят в своих чартах. И их замечают другие диджеи. Другие диджеи подхватывают эти треки, начинают их тоже играть. И, соответственно, люди получают эту музыку в клубах, в миксах и так далее. Вы читаете или находите самородки диджеев? Да, я, наверное, нахожу таланты, которые пишут музыку, которые хорошо поют. И дальше их уже продвигаю. У меня есть свои лейблы. А скажи, наезд я вижу, что у нас всех диджеевики и остальных. Чтобы выходит правильный смак. Кого слушаете? Ну, на самом... А, кто в моем агентстве? Ну, это такие диджеи, как вот Drive Dealers, Best Boy, I.O. Вот ребята тоже работают очень долго. Да, очень-очень модные. Ну, особенно только в Европе. Только в Европе. Да? Да, да, очень много. У меня в агентстве такие диджеи, как Age Good, может быть, слышали. Дэнни Бой. Дэнни Бой. Ну, ну, немножечко слышали. Ну, да, да, да. Это клабер. Ну, я сейчас, до речи, у меня начинало балахали, с кем-то я говорил. Мужчина каже, я зранку приходжу додому после работы, еще вмикаю подъем, дивлюсь, и под него засинаю. То есть, на гендерской аудитории, до речи, это так же свои клиенты, которые приходят... Клабери. Клабери, которые смотрятся подъем, и под нас там выходят в спадки. А мне кажется, что сейчас... Ну, очень много диджеи. Можливо, я просто некомпетентная, и мне очень легко запуск в именах, кличках. И даже в стилях музыки. В стилях музыки. Тип Хаус вчера был представлен на нашем подъеме. Потом просто Хаус. Темата Джоус вчера. Что сейчас модно? Какий стиль при нами? Сейчас модно вот такая вот музыка. Вот то, что сейчас вот играет, это Тек Хаус. Тек Хаус. Вот немножко вот с элементами Дип Хаусу, наверное, да, и вот такого вот... Какого-то латино, фанки, диска. О, звидки до нас идет мода на клубную музыку? Из Европы. Это Германия, это Голландия. В основном вот такие вот европейские стилы. Слушай, дорогие, а вот я мне всегда про гроши сказал, поговорите. А у нас есть шоу-бизнес, и у нас специально заезжают какие-то российские звезды и сумками вывозят звезды бабло из Украины. Я знаю, что в Украине много своих хороших диджеев, но тем не менее, ну, не возможно, они поместят, что последние несколько лет заезды тех самых немцев, голландцев, амирикансов и так далее. Суды просто тотальны. Насколько они убивают розвиток местного диджеяста, а чем нафаке подтягивают их и свиривают? Наверное, они помогают в какой-то степени, но я бы сказал так, что у них уже люди это все видели очень-очень много. Они уже к этому привыкли, они уже не так реагируют на музыку. Я не раз играл и в Америке, и в Германии, и в Англии вот недавно играл. То есть там люди, они так вот переваливаются со стороны в сторону и вот как-то не ощущают музыку. А у нас люди прям очень энергетичные, они вот так вот танцуют, им это все нравится, то есть вот они зажигают. Ну, появилось это вот там лет у нас, может быть, 8 назад, когда появилась там радиостанция KISS FM, да, и начала там двигать это направление, вот. И потом разные сайты начали появляться, и появилась вторая станция DJ FM. Люди уже начали выбирать как-то, ну, а у них там это раньше было всегда, да, у них были и исполнители, и лейблы, и компакт-диски, и большие клубы, и все остальное. То есть мы подъем национальный продукт, мы в Украине, не только там за Киев, а ты с Донецка сам рядом, насколько я скажу? Нет. Нет. Я родился в Луганске, но прожил в Невропетровске практически. Нет. Ну, очень долго, да, но здесь живет 4 года. Где найкращая клубная культура в Украине? Ну, какие места Украины можно выделить? Так, давай, найкраще. Я не знаю, что точно не Львов. У Львови хороший ресторан, у клубы там еще 4. Давай пытаемся профессионального, где можно... Я думаю, что в каждом регионе есть свой вот такой, да, вот такое вот то место, куда ходят именно те люди, которые вот слушают клубную музыку. Но, знаешь, одно хочется, ну, Киев, Одесса. Может быть, Одесса даже на первом месте стоит. Вот, просто я и пытаюсь. Одесса, может, навіть и краще в клубной культуре. Днепр, я так понимаю, тоже не лист стоит. Так, отстал немножко, потому что вот начали открывать там большие клубы и делать бесплатный вход. А это сразу убило... О, так как это бесплатные клубы, там тогда будет больше оберкового публика, чем? Нет, просто когда люди привыкли не платить за вход. Просто хорошие вещи, не может быть на шар. Ясненько. Ты пропинил свою активную работу по клубам, или еще катаешься в Украине? Я катаюсь в Украине. Когда тебе в большинстве часа в Украине можно будет ходить? Я вот недавно открыл заведение DJFM Beach Bar, где я играю практически каждый уикенд, когда я свободен. Да, на Трухановом острове. На Трухановом. Такая небольшая часть Казантипа, я вот так скажу. Summer Project. Окей, если вы хотите... Казантипа, то он будет, я думаю, в середине месяце, или в Украине? А, я думаю, что он будет. Я думаю, что его шматочок приходит на Труханов, там будет играть Сендер. Завтра сранку у нас будет снова много хороших гостей, много интересных новин и информаций. А пока Оля будет учиться быть вашим диджейом. Не ходите по всех каналах, у нас очень продуктивно. Диджей Сендер, это подъем без ГМО. Все, счастливо. До свидания. Спасибо.